Временные бараки для работников железной дороги в Вурнарском районе, которые возвели в начале 70-х годов, стали постоянным жильем для 24 семей. Забытую всеми улицу посетили представители Общероссийского народного фронта и наша съемочная группа. У жителей улицы Путевой в Вурнарах, которую они сами называют непутевой, есть одна верно работающая примета. Если вывезли мусор из баков, значит приедет Общероссийский народный фронт. Дело в том, что даже эти баки жильцам поставили после одного из визитов ОНФ. Мусорные баки, туалет, тротуары. Без них, конечно, плохо, однако это не самые главные местные проблемы. Дело в том, что бараки, которые стоят буквально в 30 метрах от железной дороги, на протяжении многих лет переходили из рук в руки и в итоге оказались бесхозными. Почти все документы на них утеряны, а значит делать ремонт или расселять людей просто некому. Мы сразу заметили, что мы делаем, делаем, все равно. Провалиться не боитесь? Боимся. А мы уже проваливаемся? Да, проваливаемся уже. Да? У нас уже проваливаемся? Вот туда. Почти всем. Вон там в дырке. Возводили бараки как временное жилье, однако сработала известная поговорка. И возраст бараков перевалил за четыре десятка лет. Уже все сгнило, все сгнило. Когда поезды проезжают, все трясется. Крыши уже вода течет. Чтобы изменить ситуацию, нужно сначала официально признать дома безхозяинами. В суде эта процедура занимает около года. Затем передать в собственность муниципалитету. После оформления муниципального образования мы будем уже в комиссию выходить и признавать их ветхое аварийное. Для последующего включения в программу ветхого аварийного жилья. Наверное, до конца года успеем. Обращались жители микрорайона СМП уже года два назад. Писали письма, обращения. И мы неоднократно здесь бывали. И ситуация, мне кажется, изменилась в лучшую сторону. И будем надеяться, да. И мы будем контролировать ситуацию до полного решения. Улица Путевая – не единственный проблемный адрес в Урнарах. Дом по улице Ашмарова со счастливым номером 13. Такого не встречали даже много повидавшие эксперты. Это пока временную подпорку поставили, чтобы доски не упали. Потому что сюда приехали гости. И там дети как раз бегали. И чтобы дети не упали, мне потом не винили. Я позвонила жилинспекцию Чебоксарскую. Чебоксарская инспекция заставила ЖКХ нашу. И вот они в течение трех дней поставили подпорку временную. Так и стоит. Это уже теперь жить можно. Ремонт сделан на бумаге, так пишут наши администрации. А представители городской администрации – другое мнение. Вот это всего как бы не было. Это уже сама нанимательница. Она штукатурку отбивала, приходила. Ну, это вы можете говорить. Нет, подождите, подождите. Когда мы первый раз здесь были, был только маленький участок. Этот участок, он превратился уже вот такой. Я говорю, в 2014 году он был маленький участок. Это она сама приходила вечерами и штукатурку отбивала. Это муниципальная квартира. Было в 2014 году решение суда, как бы отремонтировать эту муниципальную квартиру. Было проведено аукцион. Но, к сожалению, как бы вот нанимательность этой квартиры не дала подрядной организации провести этот ремонт. Межведомственная комиссия вынесла решение. Жить можно, но после ремонта, отметил начальник отдела ЖКХ и строительства. Несогласные с таким выводом хозяйке придется оспаривать это решение, судя по всему, еще во многих инстанциях.